Как встретили новогодние праздники аварийные диспетчерские службы города? Сколько жители ветхоаварийных домов отпразднуют в наступившем году новоселье? И когда отступит эпидемия гриппа? Эти вопросы обсуждали сегодня на аппаратном совещании в городской администрации. Первое в этом году аппаратное совещание начали с подведения итогов новогодних праздников. Для аварийно-диспетчерских служб города эти денечки стали по-настоящему горячими. Основная нагрузка легла на станцию скорой помощи, делающая в будние дни в среднем по 480 выездов в сутки, в новогодние каникулы она побила все рекорды. 2 января это было 783 выезда, 4-го 775, 5-го 770. Причем это были выезды, которые действительно были уже, скажем так, экстренные. Часть выездов они не осуществляли, а осуществляли консультацию по телефону. Ну, то есть, людям уже 5 лет, потому что скорая не успевала. Массовый вал звонков схлынул только к 6 января. Однако уже 7-го в Рождество случилось новое ЧП. Из-за возгорания на 99-й подстанции произошло отключение света в правобережной части Арджинкидзевского района. Считать по лифтам, это 302 лифта встало. Произошло застревание людей. То есть, 47 лифтов экстренно были бригады все туда направлены, чтобы людей извлекать из лифтов. Для помощи горожанам, застрявшим в лифте, было экстренно сформировано 14 бригад. Аварию, случившуюся в 6 вечера, удалось ликвидировать за 3 часа. Так что это ЧП не смогло испортить праздника. Еще одна информация на аппаратном совещании касалась расселения ветхоаварийных домов. Планируется, что в наступившем году сразу 196 магнитогорских семей смогут улучшить свои жилищные условия. На текущий момент уже расселен один аварийный многоквартирный дом. 28 граждан, это 7 семей улучшили в своих личных условиях. В настоящее время проводится работа по переселению жителей из остальных аварийных домов, включенных в программу 2016 года. Плановая дата окончания от 7 граждан из аварийных домов – это 3 квартала 2017 года. Глава города Сергей Бердников напомнил, что программа считается завершенной только после сноса ветхоаварийного жилья. Мы должны организовать все процессы таким образом, чтобы до 1 сентября все было смесено и на территории было все разравлено, и территория не представляла опасности для наших граждан. Не обошли стороной на аппаратном совещании и ситуацию с заболеваемостью гриппа. Среди магнитогорцев старше 18 лет эпидпорог превышен почти в 5 раз. Превалирует сейчас циркуляция вирусов гриппа А, H3N2 типа Гонконг. Подъем заболеваемости начался в этот раз на месяц раньше обученного, и в эпидсезон вовлечены все группы населения. Далее Сергей Бердников обсудил готовность дорожного специализированного учреждения к снегопадам. Все единицы техники должны быть оснащены ГЛОНАССом для того, чтобы контролировали и эффективно ее использовали. Ну и последнее, значит, ревизируем старую технику в части списания и убирайте ее с затрат. В завершении глава города поздравил присутствующих со Старым Новым Годом. Давайте будем делать наш город краше, чтобы нашим детям и жителям города жилось все лучше. Всех с праздником! Спасибо!